Селяму алейкум, джимат. Хочу сказать, что наши дедушки, старики-разбойники, так называемое дело, в прошлом заседании переназначалось слушание, потому что у нас Асанава Чапух, накануне рассмотрения дела слушания, он лег в больницу, ну там по медпоказаниям. Поэтому перенесли заседание у нас на 9 января 2019 года, в 10.30. Я надеюсь, и Асанава Чапух будет уже, не знаю, выздороветь, но во всяком случае приедет заседание, и мы начнем слушать дело по существу. Ну, будем, как бы, по, скажем, общаясь с судом, суд настроен смотреть дело, скажем так, во всяком случае нам в защите, он было сказано, чтобы мы рассчитывали на целый день, то есть если мы с утра с перерывом, если мы с утра заходим слушать, то есть будет перерыв объявлен, может быть, часовой, и после обеда дальше слушаем. Конечно, ситуация по этому делу неоднозначна, вот, много вопросов, но начать слушать необходимо, необходимо для того, хотя бы для того, чтобы заявлять ходатайство об изменении меры пресечения, как Бекирога Дегермиджи, как Казимога, ну, и моему подзащитному трубачу. Мой подзащитный сейчас находится в спецблоке, так называемом, блок для двоих, скажем так, под постоянным видеонаблюдением, вот, сидит он вместе с еще задержанным, Эдемара Бекировым, вместе их поместили, ну, всем уже известно, это наш тоже правозащитник, снова Алексеевки, при пресечении границы он был задержан, сотрудник ФСБ, ему вменяется в вину, две статьи инкриминируются, 222-я, часть 2-я, и 222-я, прим-1, тоже часть 2-я, это связано с хранением огнестрельного оружия и боеприпасов, ну, не буду дальше распространяться, думаю, вот, все это выдумки, я считаю, защита считает, что это невозможно вообще по идее, по сути, он очень больной человек, его при избрании меры пресечения нами защитой предоставлялись все документы, оригиналы и в копиях, подтверждающие, там, 80-80, скажем так, его заболевания, у него и сахарный диабет, у него и ноги правой нету, там, 12, как он, 12-3 ампутации было, то есть, ну, люди все прекрасно понимают, медики, 12 раз ему отрезали, там, по сантиметру этот самый, ногу, у него незаживающая рана на ноге, постоянно требует медикаментов, постоянно требует перевязки, будучи, находясь, ну, там, дома, супруга Гульнара Ханум Бегиро, она ежедневно делала ему дважды перевязки с применением определенных там мазей, она не заживает, 12 лет не заживает, ну, у него сахар, ну, несмотря на все наши заявленные ходы, ему все равно было избрано меры пресечения на содержание под стражей, вот, он находится также вот в спецблоке, вместе вот с моим трубачом, вот, который, вот так его и поместили, который фактически смотрит за ним, как за ребенком, ну, такая ситуация, ему реально тяжело, он на костылях, вот, что хочу сказать по Эдамагабе Кирову, сейчас, вот, на днях, я получил буквально вчера тоже медицинский документ в оригинале, заявлены ходатайства нами на имя следователя, на имя начальника СИЗО, начальника медицинской части, которые, в которых мы просим его перевести на, из спецблока в медблок, там, где есть хотя бы хоть какая-то медицинская помощь, возможно, может быть, ему быть оказана, ну, 10-го числа, со слов, вот, сотрудника, начальника, вернее, медицинской части, его должны были вывести на отделение СИМАШКО, отделение эндокронологии, но 10-го также назначена и апелляция на 2 часа, на 14.00, думаю, что, значит, скорее всего, проведет апелляция, на следующий день, надеюсь, 11-го числа, его все-таки вывезут в это отделение, и он там будет находить какой-то период времени, это, как называемая, комиссия будет создаваться, вот, из консилиума врачей. Надеемся, что врачи все-таки дадут нужное заключение по его состоянию здоровья, укажут, что он не может находиться по состоянию здоровья, пребывать в застенках, скажем так. Будем очень сильно надеяться, хотя иллюзии, скажем так, я не питаю. Что касается еще одного дела, которое у меня тоже в производстве находится, это наш молодой парень Гафаров для Вер, вот недавно прошло тоже продление, еще на 2 месяца ему вменяется статья 208, это участие в незаконном вооруженном формировании, так называемом, все мы знаем, в Херсонской области существует крымско-татарский, так называемый батальон, вот ему вменяется это обвинение. Позиция защиты стоит сейчас, пока у нас отказываемся давать показания, до момента, скажем так, пока не будут предъявлены нам какие-либо веские доказательства его участия. Но вот в этом деле ничего нет, пока вот так же продлевается, я думаю, что это не последнее продление, еще будет продление, вот такая вот, скажем, ситуация, картина по всем трем делам.